Детский садик Мы заходим в музыкальный зал Не работает, наверное, его сначала надо включать Мы в спортзале Вот здесь мы плаваем Здесь очень здорово Съемочная площадка 11-й детский сад Выборгского района Государственные Детство этих ребят и детство их родителей Похоже разве что рисунками на шкафчиках И манной кашей Все остальное в Петербургском саду 21 века По-другому Анна Большакова воспитатель в третьем поколении Объясняет Современных детей удивляют не гаджетами, а натуральными материалами и игрушками А в образовательную программу добавили курс по финансовой грамотности Главная цель современного сада – это подготовка не к школе, а к жизни Какого ребенка нужно воспитать в Петербурге в 23 году? Какого ребенка нужно выпустить? Ребенка, который готов к каким-то изменениям Ребенка, который знает в любой ситуации, как ему действовать Который быстро переключается, перестраивается Который не стесняется, скажем, выйти к доске в школе и ответить неправильно Но начинается воспитание не с пособий или педагогов, а с места в этом самом саду В дошкольных образовательных учреждениях Петербурга сегодня занимаются больше 285 тысяч детей В этом году появится еще почти 6 тысяч новых мест И проблема дефицита будет решена уже в ближайшее время Отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Нужно было договориться со строительным комплексом о правилах застройки Мы приняли постановление, которое запрещает ввод новых домов без социальной инфраструктуры Ну а ликвидация дефицита – это 2024 год, мы полностью ликвидируем накопленный дефицит И уже в 1925 году перейдем на плановый режим строительства школ, детских садов, да и всей социальной инфраструктуры О том, что дети – это цветы жизни, впервые заговорили в Германии, где и родилась концепция детского сада Правда, смысл фразы был не в том, что они украшают нашу жизнь, а в том, что за ними нужно внимательно ухаживать Первый в России сад с такой же философией появился в Петербурге в 1863 году На пересечении девятой линии и Большого проспекта Васильевского острова Его открыла Софья Люгебиль И место это было выбрано не случайно Супруг-основательница был профессором Петербургского университета и работал неподалеку Затем здесь появилось несколько школ, и вот так уже в 60-е годы позапрошлого века в Петербурге Все образовательные ступени выстроились буквально в одну линию Воспитателей называли садовницами, и подход к каждому цветку был свой И за полтора века мало что изменилось Наши дети уже в пять лет имеют свое мнение на любой взрослый вопрос И с ним нужно считаться Ты думала уже, кем ты станешь, когда вырастешь? Худовником, наверное Как думаешь, сколько он получает денег? Не знаю, вот я знаю, по футболу дают сколько-то миллионов Мне нравится Тася, ей семь лет, а мне шесть Это проблема? Ну нет, это не проблема На ней собираемся жениться просто Можно вкусы менять Это что значит? Это значит, можно менять жену Маш, ты собираешься замуж за кого-нибудь в ближайшие годы или нет? Да А, за кого? За Максима Когда поженитесь, где будете работать? Я не буду работать Это Максим будет работать И все, что волнует наших детей Мужья, профессии, ответы на главные вопросы Все здесь В этом небольшом цветном здании И для Петербурга сад Это не только символ детства Это синоним жизни В дни блокады появились круглосуточные сады Ясли Все происходящее за пределами группы воспитатели превращали в игру Вот подробные отчеты 38-го детского сада Хотя отчет не то слово, скорее дневник 26 ноября 41-го После обеда сразу началась тревога В бомбоубежище прочла рассказ Бродской и Голубевой 105-й разъезд Из нового номера журнала Костер 2 января 42-го Все дети с удовольствием пришли в детский сад И многие сказали, что дома было плохо Нечего кушать и скучно Они только спали и не играли 29 января 42-го Валя М. мало общается со всеми детьми Необходимо эту девочку заинтересовать всем, что у нас есть Ирину Алексеевну в круглосуточный сад на улице Чайковского отдали в три года Там кормили сверх еждивенческой нормы Я помню, просто мы всегда сидели у радиоприемника Этой черной тарелки И слушали Марии Григорьевны Петрову Черную курицу Без конца Раз в раз Она читала эту сказку Каждый день мы ждали, что продолжение будет в сказке Именно, может, это тоже заставляло дожить до завтрашнего дня Чтобы взять продолжение Так, в состоянии хаоса и невозможности предсказать хоть что-нибудь Ленинградский сад стал для ребенка главной опорой И надеждой, что однажды все будет, как в сказке Долго и счастливо А теперь посмотрите внимательно на эту картину Посмотрите, пожалуйста, на нее Кого вы там узнаете? Я нашел посейдон Посейдон, еще кто? А я Гермеса Гермеса узнал? Возраст экскурсионной группы 5-6 лет Это детский сад, который возможно себе представить только в Петербурге Обычный государственный, но с припиской Эрмитажный У меня есть платье для музея Я пахдовая И цветочек, но оно и это не для музея К походу на экскурсию готовятся все Родители выбирают наряд Воспитатели проходят обучение в музеях Дети слушают историю вопроса Зачем ребенка в три года приводить в русский музей с пяти уже в Эрмитаж? Потом просто будет уже, мне кажется, поздно Приходят нам наши выпускники И мы с удовольствием видим, что многие из них пошли работать в музеи Занимаются культурой И вспоминают, что мы заложили такой фундамент Что теперь они чувствуют себя настоящими петербуржцами В эти несколько самых главных, первых детских лет Ребенку пытаются дать буквально все И в этом и есть главный парадокс детского сада В месте, где все будто бы несерьезно, невзаправду Через игру или сказку Нет ни одной действительно неважной детали Ведь именно там воспитывают человека А он, как известно, после семи лет уже не меняется Полина Ганичева, Пульс города